Апокфатя Привет, братва! Привет, сподвижники! С вами Керри. Керри самый настоящий, работает без пульта, без батареек, а также истинный ценитель алкоголя, разлива вашего, а также и моего города. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами на обзоре водка финский айс, финский легкий, соответственно, под неплохую, на мой взгляд, закуску. Давайте-ка сразу перейдем по первой. Оборудована незамысловатым винтовым дозатором, что, кстати, не часто встречается в нашем огороде. И давайте сразу накапаем. Заметьте, не я это предложил. Так сказать, братва, за встречу! Рад вас всех видеть! Начало было бы, как бы сказать, интересно. Залетела она мягенько, провалилась, вкус водочный, все вроде как хорошо, даже горчинки никакой нет. Ну, вот этот вот ядреный выхолк, конечно, в послевкусии, растворенного такого разбавленного спирта. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ну, это лично мое мнение. Так-то особо я не придираюсь. Ну, если пить ее непосредственно с закуской, то, наверное, это будет хорошо. А я так и сделаю, да? Давайте сразу клетку бахну. Так у меня. Не продержался без закусков. Пробежимся по составу. Состав водоподготовленная, исправленная, спирт этиловая, ректифицированная из пищевого сырья, люкс, мед натуральный, настой спиртового хлеба ржаного. И состав нам говорит о том, что ничего лишнего сюда не напихали. Ну что ж, ну ладно, давайте, наверное, повторим. И теперь уже пробежимся, как сказать, по лирике. Почему сегодня именно выбор пал именно на эту водку? Сегодня у нас родительская суббота. Сегодня мы все пошли на кладбище. Сегодня мы всех родителей, близких помянули и, так сказать, погуляли. И получилось так, что я заехал сегодня в село, в деревню, где каникулу проводила моя супруга. Заехали на могилках ее бабушки и дедушки. Да, не такое бывает. И навестили там, и прошлись по селу. Конечно же, от пейзажей мы пришли в восторг. Мы прошли там, там, а все бы ничего. Но в этом селе по-русски, я бы сказал, не говорят. И да, действительно, я услышал финскую речь. Да, ну, признаю, там, что тяжечко финская речь. Просто у нас там народ живет. Они относятся к финно-угорской группе. Я думаю, а вот вы где и попались-то, ребята. Вы у меня все равно, что финны. И буду я пить финскую водку сегодня. Можно и выпить. Несколько водков не превратят у нас в человека в дурака. Тут всего несколько капель. Ну, действительно, не от афро же, а американцев они пошли. Ну, позволь возразить тебе. Давайте повторим. Я думаю, со второй рюмки я дураком-то еще и не стану. Рад видеть. Да так-то нормально. Все нормально. Все как есть. Все как надо. Ну, вкусно. Не знаю, только выхлоп ядрёй от меня конкретно. Все как надо. И закуску я старался тематическую подобрать. Но так как наша Мардва молозит водку под все подряд. В частности, у них всегда, насколько я своего даже деда вспоминаю, он всегда любил ржавую пахучую рыбу. Ну, какая рыба? Сегодня я взял селедку. Селедку я взял в магазине. Вот я ей и куснул. В натуре! А что касается культуры питья у самих финнов, у них в их невеликой суломе закуски вообще отдельные требования. Я побуглив в интернет, думаю, подготовлюсь, посмотрю, как оно что есть и напал на статейку. В действительности же финны бухают водку в чистом виде. Причем даже не то, что в чистом виде. Они ее ухитряются мешать с шампанским, с вином, с пивом. В общем, ершика, медведя загнать. Это все ихняя тема. Они вообще не закусывают, они чисто пьют водку. И в крайнем случае они могут запить ее пивом. Мы так тоже можем ершишку загнать. Но когда бухают русские, мордвины или татар ухитряются, то мы пьем сначала водочку. Водочка надоела. В перемешку пьем пивко, чтобы как-то разбавить ситуацию. Финны же лопают, как перед расстрелом. А ну-ка, гладь мне, чтобы в твоей голове хоть что-нибудь прибавилось. А я как дурак тут наготовил. Картошечку я накромсал, блюдо для выпечки и в микроволну. Насколько? На 15 минут. Посмотрим, что получилось. А предварительно посолил постным маслицем. Слой опять же посолил постным маслицем. Посмотрим, как получилось. По запаху. Давайте, товарищи, присоединяемся. Ну, скажем так, под нашу кежеватовскую картошку само-то заходит. Будь здоров. Что же касается цены. Цена за такую бутылку мне предоставилась в 299 рублей. То есть 300 целковых. 300 наших деревянных. Скажем так, жалко ли мне отдать за такую бутылку? Я бы сказал, нисколько. Вполне себе нормально. Заходит, не горчит, уколом горла не встает. Ну, на вышел перисковаток. Ничего страшного, зажучим тёстреньки. И всё будет супер. Одно скажу. Вот уже употребил, а рюмочки-то. Три лохитничка я слопал. И у меня сразу, опять же, бахнули мои детские флэшбэки. Как я иду малой, босой, по родному селу. И мне хорошо. И впереди ещё три месяца лета. И целая жизнь впереди. И всё так здорово. И мне, оказывается, ничего не надо. У меня есть футбольный мяч. И мне этого достаточно. Ну, так как мой канал не за политику, я всё-таки здесь больше в пролетарии. А пролетарии всех стран соединяетесь, да? Поэтому давайте, товарищи, употребляем. Не, ребят, передёргивает. Реально, передёргивает. Не противное, но передёргивает. Кто-то тут не так. Всё-таки где-то не дожали, где-то не дотянули они до этого знака качества. Хотя, когда я был в отпуске и зашёл в магазин, скажем так, я не знаю, гречку, что ли, я не могу купить или ещё чего. Вот вы знаете, вот эти вот зомбаки выходят в 8 утра или в 7 утра. Они идут в магазин. И там у них какого-то берут четвёрки, 100 грамм мультиш, мерзавчики, скажем так. И они почему-то берут именно вот такие вот. Финскую вот. И она дешёвая. И как-то если ассоциирует себя с такими личностями, то данная водка как-то дискредитируется. Хотя вполне себе её нужно поставить на стол и ничего с ней страшного не будет. Да и с вами тоже. Самое главное – это знать меру. Чтобы, напившись, не стать козлом. Ребятки, вздрогнули. Блин, чё-то мне жарко как-то и сразу, и водочки сразу, наконец-то, чё-то я припотел реально, ребята, а. Ну что ж, давайте как-нибудь зарезунируем, да? Робьём. И давайте резунируем. Что по дизайну бутылки? Я, скажем так, не совсем художник. Я личность творческая. Но бутылка, в принципе, меня устраивает. Как-то, скажем так, ну, недорогая. Может быть, из-за того, что я видел, как её синяки покупают. И она, мне кажется, недорогая. Вот так, в принципе, вполне пойдёт. Есть дозатор, что, в принципе, как-то, ну, уже устаревшая такая штука. Стоит она того или не стоит, не знаю, не надо. Деньги за неё, ну, не жалко. 300 рублей отдать от вообще, это копейки. В общем, если вы хотите пить её как истинный фильм, то тогда пейте без закуски и можете. А если вы как русский или мандрин, или татарин, то, пожалуйста, пейте её под закуску. И горе не будете знать, по закуску она заходит очень хорошо. На этом мы с вами, давайте, давайте до следующих выпусков. Подписывайтесь на мой канал, обязательно комментарий. Если можете, то обязательно проспонсируйте мой канал. Мне это очень даже поможет. В дальнейшем развиться, может быть, похмелиться, я не знаю. Ну, как-то так, да. А в зависимости от меня, прощаюсь, от меня вообще полтора ошибка. Ну, да, ребята, да. И язык стал заплетаться. Всё-таки она мне голову даёт, как надо. Так что, всем здоровья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. С вами был Керя. И я пью за ваше здоровье. Весёлый разговор. Да, весёлый разговор.